Шага, марш! К воинской дисциплине они привыкают со школьной скамьи. Учатся маршировать, выполнять команды и даже разбираться в оружии и технике. На выставке они демонстрируют воинское обмундирование разных эпох. Меня в основном тут камуфлешмотика, разгрузка под замок и камурас пистолет. Во Владимире более 500 ребят состоят в военно-патриотических отрядах юнармии. В основном они располагаются на базе школ и до последнего времени не были объединены в общую систему. Открытие дома юнармии поднимет подготовку детей на новый уровень. Дом юнармии это будет методическое объединение, где под этой эгидой, под этим крылом будут располагаться все отделения, которые располагаются в школах. Владимирское городское отделение стало первым в регионе клятву юнармейца. Произнесли более 60 детей. Быть патриотом, достойным гражданином России. Я вас. Поздравить новобранцев и вручить свидетельство о присвоении статуса Центра юнармейской подготовки приехал первый заместитель начальника главного штаба Всероссийского движения юнармии Виктор Кауров. Юнармейское движение дает эти опорные все моменты. Это активности, это развитие, это не только успехи в военной патриотике, это спорты по направлению юнарии МФО, это федеральные лагеря, это океан, артех, смена. Это все, я бы сказал, наработки восьмилетние, которые сегодня пришли во Владимир. Военно-патриотическое движение юнармия создано 8 лет назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Ребятам, которые вступают в организацию, открываются большие перспективы. Они могут заниматься спортом и изучать технику в центрах ДСААФ и ЦСКА, ездить в специальные смены в Артек, Орленок и другие всероссийские базы отдыха. Оксана Любимова, Александра Реутова и Артём Михайлюта.